Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока – пространственные отношения налево и направо. Итак, давайте посмотрим на этого ученика и послушаем стихотворение поэта Валентина Берестова, которое поможет нам лучше запомнить направление лево и право. «Стоял ученик на развилке дорог, где право, где лево, понять он не мог. Но вдруг ученик в голове почесал той самой рукой, о которой писал, и мячики дал, и страницы листал, и ложку держал. Победа раздался ликующий крик, где право, где лево, узнал ученик». Итак, как же ученик догадался, где право, где лево? А он сумел догадаться об этом, когда почесал в голове той рукой, которая пишет, которая держит ложку, которая кидает мяч. И это правая рука. Значит, другая рука – левая. Давайте посмотрим на этот рисунок и определим, какой кораблик поплыл налево. Лево у нас находится вот здесь, и налево поплыл зеленый кораблик. Теперь определим, какой кораблик поплыл направо. Направо поплыл красный кораблик. И какой кораблик поплыл прямо, а прямо поплыл жертый кораблик. Теперь давайте посмотрим. Вот у нас река, что расположено слева от нее. Слева от нее расположены елочки. А справа, а справа расположены домик и дерево. На этом рисунке мы видим двух гусей. Они пускают лодочку. Какой гусь находится справа от лодочки? Справа от лодочки находится вот этот гусь. Значит, вот этот гусь находится слева. На этом рисунке мы видим различных зверей. Давайте посмотрим, кто нарисован в правом верхнем углу листа. Значит, вот у нас верх и вот у нас правая сторона. В правом верхнем углу листа нарисован медвежонок. В правом нижнем углу листа нарисован котенок. В левом верхнем углу листа нарисована собака. А в левом нижнем углу листа нарисован зайчик. По середине листа нарисована курочка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео уроки на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.